Тридцать третья глава второй книги Паральпоминон И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме, будет имя мое вечно, и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Яномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников, много делал он неугодного в очах Господа, поргневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме всем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукой Моисея. Но Монассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Монассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Монассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцом своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Монассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в рыбные врота. И провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил начальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов, и идола из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтоб они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу Своему. Прочие дела Монассии и молитва его к Богу Своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его и беззакония его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. И почил Монассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. Двадцати двух лет был Амон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме, и делал неугодное в очах Господних так, как делал Монассий, отец его, и всем истуканам, которых сделал Монассий, отец его, приносил Амон жертвы и служил им, и не смирился пред лицом Господним, как смирился Монассий, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи, и составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него.